Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас урок по истории Кыргызстана для учащихся 11 класса. Тема урока. Развитие культуры нового времени в 1964-1990 годы. Цели урока. Сегодня вы познакомитесь с достижениями и недостатками в развитии образования, науки в 60-е-90-е годы. Узнаете о достижениях в области литературы и искусства. В 1966-1970 годы, это были годы 8-й пятилетки, начался переход ко всеобщему среднему образованию. В годы 9-й пятилетки, 1971-1975 годы, эта задача была завершена. В 1985-1986 учебном году из 1654 школ 1375, что составляло 83%, находились в сельском местности. Техническое состояние этих школ тоже оставляло желать лучшего. В 66% школ отсутствовал водопровод. Широко применяется форма вечернего, заочного школьного обучения. Цель руководства страны была превращение советских граждан в самый образованный народ. Недостатки в сфере образования. Вводились жесткие критерии цифровой оценки работников образования. Шла борьба против оставления учащихся на второй год. Оценки учащихся вынужденно завышались. Вследствие этого снижался качественный уровень образования в школах. Большая часть выпускников не могла продолжить образование в высших учебных заведениях. В школах республики были созданы учебно-производственные комбинаты, где учащиеся обучали 30 наиболее массовым профессиям, такие как сварщик, механик, электрик, тракторист, водитель, строитель, портной и другие. В 1965 году в 17 профессионально-технических училищах обучалось 5,2 тысяч человек. В 1990 году в 118 сельских профессионально-технических училищах по 56 профессиям обучалось 57 тысяч учащихся. В эти годы расширялась сеть вузов и техникумов. Начал работать в 1967 году Корвенский государственный институт искусств, Фрунзенское музыкально-педагогическое училище и другие учебные заведения. За большой вклад в дело подготовки специалистов Корвенский государственный университет в 1973 году был награжден Орденом Трудового Красного Знамени. В 1990 году там обучалось 13 тысяч студентов 23 профессиям. В 1983 году Корвенский сельскохозяйственный институт был награжден Орденом Знак Почета. В 1989-1990 годы в Проростане было 10 высших, 48 среднеспециальных учебных заведений, где обучалось 205 тысяч студентов, из них 94,6 учились в высших учебных заведениях. 60-е, 80-е годы ярко заявило о себе Корвенское киноискусство, такими фильмами, как «Ранние журавли», «Выстрел на перевале Караш», «Ятяньшань», «Небо нашего детства», «Алые маки и сыкуля», «Красное яблоко», «Белый пароход», «Улан», «Волчья яма», которые завоевали престижные премии на зарубежных кинофестивалях. В 1986 году вышли в фильмы Тулемиши Акеева «Потомок белого барса» Суиркулова «На перекрестке дорог». В 1987 году фильм Геннадия Базарова «Пристанище для взрослых». Это «Отрывки из фильмов». Это «Наше знамение до кинорежиссера». И это «Наши знаменитые артисты». Чокморов, Чумадылов, Адакеев, Раскулов, Кююков, Бишиналиева, Турсунбаева, Кмюшалиева. Изобразительное искусство Одним из первых профессиональных художников крыльзов стал Гопар Айтиев. Он вошел в историю советского и крыльзовского искусства как большой мастер пейзажа. Биштек впечатляет обилием скульптурных памятников. Многие из них принадлежат выдающемуся скульптору Трунбаеву Садыкову. Например, памятник борцам революции – одно из лучших творений скульптора. В 1978 году он создал архитектурный комплекс «Герои революции». В 1985 году во Фрунзе в честь 40-летия Победы в Великой Отечественной войне был открыт скульптурно-архитектурный комплекс «Победа». В 1966 году был образован Союз композиторов. Яркими представителями его были Молдебаев, Осмона, Бегалиев и другие. В 1984 году на Всесоюзном смотре молодых композиторов Брод Бегалиев занял первое место. Он первым завоевал премию ЮНЕСКО в 1991 году. Однако в 70-80-е годы культуре процветали формализм, официальная идеология, завуалирование недостатков. Забота о развитии культуры сводилась к временным кампаниям. Тенденция к неуклонному снижению финансирования этой среды оказала негативное влияние на развитие всей культуры республики. Литература в этот период достигла своего апогея творчества замечательного советского писателя Чемвыза Турикуловича Айтматова. Он дважды в 1968 году за роман «Прощай, гуль сары» и в 1983 году за роман «И дольше века длится день» удостоен звания лауреата Государственной премии СССР. В 1978 году Чемвыза Турикуловича Айтматова присвоено звание «Герой социалистического труда», всемирно известный писатель, произведения которого переведены на более чем 80 языков народов мира. Домашнее задание. В учебнике прочитать параграф 30, устно ответить на вопросы темы, написать эссе об одном из деятелей науки или искусства. И сейчас я предлагаю вам посмотреть ролик, который создан одним из выпускников Лицей Чемвыза Турикуловича Айтматова. О, Чемвыза Турикуловича Айтматовича Айтматова. Адам. Адам болу деген емне. Бұл сұрығы көлі адамдар жоуіздеп келшет. Бирок толуға яғына чейін еч кем жоу перелек. Чемвыз Айтматовтың бұл сұрығы өз жоуы бар. Ал үшін адамгершілікті адамдың жан дүйнесінің асылдығы жатады. Адамгершілік еч бір тосқолдықтарға қаравай жашуығы, жана чоу қайғыруға жөндің төгеледі. Ушындай сапаттары менен адам керемеді. Ушың үшін ал еч качан, женгіл бейді. Айтматов, өз чығармаларында адамдың қанчалық тереңдеге төмен түшіп кетерін, жана қанчалық бейдіге чығарын көрсет өт. Адамдың пастығының тереңдеге, анын образларында чоң чеверчілікменен берілген. Жаратылыш енеге олған қиянатчылық, керек болса аны түп тамырынан бері жоқ күл. Без, адамдар, жеренінің баласы олып тұрып, қылғаныңыз бұл, жаратылышты өлтірген өз, бұл өз 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 өз. Бұл көрел бастық, ал адамдарда жашап, біздің елі бізді ічінен жеп жетет. Мұна ұшылардың бағарын, ал өзінің чығармаларында көргізіп, бізді тол ғынуға, қай ғыруға, жана ал жөнді ойл ғынуға түрт көвереді. Біроғаннан кемесі ұшыменен бүтіп қалбайды. Айтматып, адамды жана анын жашы олсын, анын бағардық емчіліктеріменен сүйген. Ал адам бағарынан күшті ол өттеп шенген. Ошындықтан ал біздің қаталықтары ұзды көрсетпестен, күшті жана асыл адамдың өрнектерін көргізет. Ал соғыш мағалында да, ечқандай тосқ олдықтарға, қиыншылықтарға ғарабай сүйі оты жалымдап күйерін, сүйігі жолтыу жол өкені даңазалаған, жаштықтың жашы оны қан түвалдыға жылдырған күшін көргізген. Ақырында ал бізге, жүпінің ерседеге қоғыздықты, күнімдік тұрмыштағы бақытты көрсетті. Айтматып өзінің чығармаларында, көпчілігі жүрді тұрмыштың алдында адамдың алсыздығын көргізеді. Наушыл адамдың қайғысы, муңу, оқырмандың жан дүйнесінің тереңіне чейін жет алады. Ошандықтан, анданары ұлам оқу, ұлам барған сайын қиын болып, таталдап жүрі отырады. Айтматып, анданары еміне сөйіптен адам сұлу, жана жәңілбес болуырын, чон қайғымының жоғыту үчірінді да ал адамдық сапатын сақтап қалып, жақшыудың баш тартпосы туыралу айтып жатады.